Для того, чтобы работать с данными в XML-формате, в стандартной библиотеке языка Python есть библиотека XML Element Tree. Давайте сначала импортируем библиотеку Element Tree и Tree из XML. Внутри нее у нас есть функция parse, куда мы передаем имя нашего файла в XML. Здесь мы используем все так же наш пример. Функция parse возвращает нам именно Element Tree, то есть она возвращает именно дерево. Мы можем попросить у нее корень с помощью функции getRoot, и тогда root будет являться именно элементом нашего XML-дерева. Мы можем вывести на экран наш элемент и убедиться в том, что это элемент studentsList, ввести тег и атрибуты, убедиться в том, что тег нашего корня это studentsList, а атрибутов у него нет, наш словарь пустой. Если бы мы получили данные, например, откуда-нибудь с помощью API в формате XML, мы могли бы использовать функцию fromString из библиотеки Element Tree, и тогда она сразу вернула корень нашего дерева. Мы можем перебрать детей внутри нашего корня, используя, например, цикл for. Мы можем перебрать child in root, вывести на экран тег каждого нашего ребенка и атрибуты каждого нашего ребенка. Когда мы исполним данный код, то дополнительно к тому, что мы уже выводили, мы видим тег student is student и атрибуты id1 и id2. Также мы можем использовать индексацию через число для того, чтобы обращаться к детям и к детям детей. То есть сейчас мы попросили первого ребенка первого ребенка нашего корня. В нашем случае первым ребенком является именно firstName. Мы можем также попросить текстовое содержимое, используя атрибут текст, вывести его на экран и убедиться в том, что это имя Greg. Все элементы нашего дерева будут иметь один класс Element. Поэтому наш, собственно, корень класса Element. Все объекты, которые мы перебираем, используя цикл for по корню, также будут класса Element. И все дети детей нашего корня также будут иметь класс Element. Поэтому все имена методов и атрибутов у данных объектов будут одинаковые. Мы можем найти что-нибудь интересное внутри нашего поддерева, используя метод iter. Мы можем передать внутри него тег, который бы мы хотели перебрать внутри нашего поддерева. То есть он вернет итератор, который перебирает все элементы внутри данного поддерева с данным тегом. Тогда, когда мы переберем все элементы по данному итератору, то мы действительно получим два элемента scores, которые находятся внутри нашего XML-документа. Тогда мы можем также перебрать всех детей внутри наших элементов scores, потому что мы помним, что внутри scores мы храним баллы за первый, второй и третий модуль. И попросить у них текстовые значения, которые хранятся внутри, не забыть привести их к числам, в нашем случае к флотам. И затем суммировать сумму баллов. Тогда мы получим сумму баллов за весь курс первого студента и второго студента. Если с помощью метода iter мы смогли перебрать все интересующие нас элементы в поддереве, то с помощью метода findDole мы смогли бы перебрать только лишь среди детей. Отлично. С помощью библиотеки element3 мы с вами научились считывать данные в XML-формате. Данная библиотека формирует нам дерево элементов. Мы научились находить детей каждого элемента и находить интересующие нас теги внутри какого-либо поддерева. Осталось лишь научиться модифицировать данные деревья, создавать новые и записывать их обратно в XML-формат. Давайте сначала убедимся, что можем записать дерево в XML-формате. Мы сначала сочетаем его с помощью функции parse, затем также запишем его с помощью метода write, который определен у дерева. Мы переводим имя файла, в который мы хотим записать файл. В нашем случае это будет example.copy, потому что мы по сути его просто копируем. Когда мы исполним данный код, у нас создастся новый файл, который будет точной копией того файла, который мы прочитали. К нам поступила дополнительная информация, что Грег заработал дополнительные баллы в первом модуле. Давайте попытаемся их добавить. Сначала мы определим, что Грег это все-таки первый элемент нашего корня. Затем мы попытаемся достать элемент, который соответствует баллу за первый модуль, используя метод iter, передав туда модуль one и запустив его от Грега. Также мы знаем, что данный элемент там будет всего один, поэтому мы можем сразу вызвать метод next, чтобы получить данный элемент. Когда мы выведем на экран элемент и текстовое поле данного элемента, мы видим все в том, что мы получили элемент модуль one, и у нас действительно 70 баллов в первом модуле. Для этого давайте просто изменим атрибут текста внутри нашего элемента модуля one. Мы присвоим ему значение, которое было ранее, плюс 30, и обязательно приведем это к строке. Тогда, когда мы запишем наше дерево в новый файл example-modified, мы убедимся в том, что он действительно получил 100 баллов в первом модуле. Также мы можем увидеть, что теперь сумма баллов Грега составляет 270, посему он может получить сертификат с отличием. Давайте теперь изменим наш файл example-modified, и мы изменим тип нашего сертификата на сертификат с отличием. Для этого мы, конечно же, укажем элемент нашего сертификата, это второй ребенок в элементе Грег. Затем мы с помощью метода set создадим атрибут type со значением with distinction. Когда мы исполним данный код, то мы убедимся в том, что наш сертификат теперь действительно стал особенным. Хорошо, мы с вами научились создавать и изменять атрибуты, используя метод set. Мы также научились изменять текстовое содержимое, изменяя прямо атрибут текст нашего элемента. Однако, как мы можем добавлять или создавать элементы из другого элемента? Прежде чем элемент куда-нибудь добавлять, давайте сначала его создадим. Для этого мы можем воспользоваться конструктором класса элемент, который описан внутри библиотеки элемент 3. И первым аргументом он принимает тот тег, который мы хотим создать. Затем у нашего элемента мы определим текстовое значение с помощью атрибута text. Мы скажем, что Грег проявил превосходные навыки во время курса. А затем мы можем просто добавить наше описание внутрь нашего элемента Грег с помощью метода append. Когда мы данный код запустим, мы сможем убедиться в том, что мы действительно создали новый элемент description в самом конце внутри элемента student. Однако нам данное описание не понравилось, и мы все-таки решили его убрать. Мы можем воспользоваться методом find для того, чтобы найти вхождение первого ребенка, который является тегом description. В нашем случае наш элемент грег, который описан вот здесь, мы все помним, что это первый сын рута, то есть это наш student id номер один. Мы знаем, что у него есть сын description, но он единственный. Поэтому с помощью метода find мы сможем найти данный элемент. Затем с помощью метода remove мы показываем, что мы хотим удалить элемент description из элемента грег. Хорошо, тогда когда мы данный код запустим, мы в действительности убедимся в том, что мы убрали описание превосходных навыков Грега, которые он проявил при прохождении данного курса. А вот если бы мы хотели создать дерево с самого начала, то сначала мы бы создали корень, используя конструктор element, мы бы сказали, что нам нужен тег student. Затем, используя конструктор sub-element, мы бы могли указать, чьим ребенком является данный элемент, который мы создаем. В данной конструкции мы говорим, что мы хотим создать элемент тега firstName, который сразу является ребенком нашего корня. Мы бы создали элементы firstName, secondName и scores, которые у нас являются детьми нашего корня. Затем мы бы создали для каждого модуля по элементу и сказали бы, что они являются детьми нашего элемента scores. Затем мы бы создали дерево, и в конструктор element3 мы бы передали корень, за который мы должны были поддерживать наше дерево. И затем мы бы записали с помощью метода write все наше дерево внутри одного XML файла. Когда мы данный код запустим, мы получим наш XML student, который содержит в себе описание студента по все тем же правилам. Внутри тега student у нас будет так firstName, затем так secondName, затем внутри тега scores у нас окажутся баллы за первый, за второй и за третий модули. XML файл, который мы получили с вами без переноса в строк, безусловно является синтактически верным XML файлом. До этого я использовал перенос строк лишь за тем, чтобы нам было проще глазами читать XML формат. На данном шаге я рассмотрел лишь самые базовые функции и методы, которые используются внутри библиотеки element3. Однако теперь даже их хватает для того, чтобы считать данные в XML формате, получить дерево элементов, по которому мы затем можем поискать информацию, возможно ее модифицировать и сохранить файл обратно.